Здравствуйте! Время новостей на телеканале Первый Карагандинский, в студии Полина Малюкова и в начале выпуска коротко о главном. В Балхаше в этом году приступят к строительству теплосети для жителей микрорайона Кон-Ирад. О перспективах развития города рассказали Акиму Карагандинской области. В Караганде заработают парикмахерские, стоматологии и нотариусы. Госкомиссия утвердила перечень организаций, которые возобновят работу с 4 мая. В Балхаше в этом году приступят к строительству теплосети для жителей микрорайона Кон-Ирад. О перспективах развития Балхаша рассказали Акиму Карагандинской области. Женесу Касымбеку, побывавшему в городе с рабочим визитом. Аким Балхаша Урас Таурбеков сообщил, что темпами строительства в предыдущие годы похвастать нельзя. Новые дома начали строить в последние несколько лет. В этом году уже приступили к строительству двух жилых домов для 90 очередников. Запланировали строительство еще шести жилых домов. Также, по словам градоначальника, заменят кровли и обновят фасады пяти домов на центральной улице. В свою очередь, Женис Касымбек поручил заняться в городе и восстановлением неработающих лифтов. Глава региона обратил внимание и на ЖКХ города, особенно на строительство тепловывода от Балхашской ТЭЦ до микрорайона Каннерад. По словам местных властей, строительство запланировано на май. Полностью решить многолетнюю проблему тепла обещают к 2022 году. По Каннераду деньги ли мы первый миллиард выделили, должны его качественно этот проект начать. Кроме коммунальных вопросов, Женис Касымбека интересовал туризм. На сегодняшний день курортная зона готова принимать 80 тысяч туристов в год. И это не предел. В перспективе цифра должна вырасти как минимум вдвое. Поэтому решили не только строить современные зоны отдыха, но и уделять внимание развитию транспортной инфраструктуры. Уже начато строительство дороги Караганда-Балхаш. Подрядчики обещают, что до конца этого года водители смогут ездить по ней беспрепятственно. А вот благоустроить полностью трассу должны в следующем году. Чтобы было комфортно добираться до курортного города, местные власти намерены развивать воздушную гавань. В прошлом году введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса Балхашского аэропорта, благодаря чему появилась возможность принимать большегрузные самолеты. Ил-76 уже принимали на этом аэродроме. Данный аэродром теперь по классификации, по стандартам Микао будет классифицироваться как 4Д. Может принимать большегрузные самолеты. Что касается самого здания, то оно 1967 года постройки. Последний раз ремонт здесь проводился в 2007-м. Женю Скасымбек поручил проработать детальный план проекта. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. А теперь об эпидемиологической обстановке в области. По данным на 30 апреля зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но есть и положительная динамика. 11 человек выздоровели и уже выписаны из больниц. В Карагандинской области 30 апреля зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Трое заболевших в Караганде. Женщины 1953-1969 годов рождения и мужчины 1968. Они контактировали с зараженным и заранее были помещены на карантин. Аналогичная ситуация и в Тимиртау. Двое мужчин находились в пульмонологическом госпитале, а также женщина 1962 года рождения и мужчина 1964 были на карантине. ПЦР-анализ у всех семерых подтвердил диагноз COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Есть и позитивные данные. 11 жителей в области выздоровели и выписаны из больниц. Из них семеро карагандинцев, в том числе девочки 2007 и 2015 годов рождения. Двое из Тимиртау, одна женщина из Шахтинска, а также мужчина из Щетского района. Всего в Карагандинской области на 30 апреля зафиксировано 149 случаев заражения, в том числе один летальный исход. Общее количество выписанных – 57 человек. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карантинные меры вновь ослабят. В Караганде заработают парикмахерские, стоматологии и нотариусы. Госкомиссия под председательством премьер-министра Аскара Мамина утвердила перечень организаций, которые возобновят работу с 4 мая. Государственная комиссия рассмотрела предложение Акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения. Таким образом, с 4 мая возобновят деятельность субъекта предпринимательства по определенным видам деятельности. Заработают все виды непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров. Остается ограничение по времени – до 17.00. Откроются фотосалоны и цветочные киоски. По записи можно будет посетить парикмахерские, медицинские центры и стоматологии. Вернуться к работе компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы, микрофинансовые и страховые компании, ломбарды, обменные пункты, а также компании информационно-коммуникационных технологий. Послабление касается всех регионов страны. Кроме того, с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице. Возобновятся авиарейсы из Нурсултана и Алматы в Казаларду, Петропавловск, Узкоминогорск и Семей. При этом Акиматы организуют жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на всех вышеперечисленных объектах. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около ста карагандинских семей получили социальную поддержку. Сараркаун и другие компании города при поддержке местного Акимата раздали одну тонну муки нуждающимся. Айгуль Буланбекова – многодетная мама. Младшему ребенку два года, так что пока женщина в декрете. Из-за чрезвычайного положения временно без работы остался и муж. Семья живет в съемной квартире. За это время уже не раз получили помощь от государства. Раньше это были продуктовые наборы. Теперь мука – один из главных товаров на кухне хозяйки. Хочу выразить большую благодарность, что нам помогают в такой ситуации, в такой тяжелый момент. Данными благотворительными мероприятиями занимаются представители движения многодетных матерей Талбесек. За помощью к ним обратилось около 700 многодетных семей – одинокие мамы и родители, воспитывающие детей инвалидов. Списки нуждающихся направляются в местные акиматы. Помощь получают уже у нас со стороны людей, которыми мы не сталкивались, которыми мы не работали. Просто в связи с этой сложной, очень сложной ситуацией во время этой пандемии люди видят, слышат друг от друга. Вот оказывается, помощь и уже наши номера раздают, наши контакты раздают, уже к нам люди обращаются. Мы вникаем в эту семью, ну как вникаем, в ситуации их, что, как, какие проблемы. Ну, конечно же, это самая первая необходимая помощь на сегодняшний день – это продуктовые наборы. Сто семей Караганды получили муку. Меценатами выступили местные предприниматели. На протяжении всего периода карантина нуждающиеся получали самую главную помощь – продуктовые наборы, а также защитные маски и антисептики. Всего поддержкой охватили более тысячи карагандинских семей. На сегодняшний момент наши многодетные мамы охвачены помощью, мы ее видим, чувствуем, мы видим поддержку всестороннюю от нашего государства. Мы благодарны партии Нуратан, фонду Ельбаса, нашему президенту, что такой сложный момент, что они нас не оставили, окружили вниманием и заботой. Напомним, не так давно стартовал второй транш помощи фонда «Бергемес». По 50 тысяч сеньги от партии Нуратан получат малообеспеченные многодетные семьи – граждане с инвалидностью, пенсионеры, получающие минимальные выплаты, сироты и участники Великой Отечественной войны, а также труженики тыла. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1 мая – день единства народа Казахстана. Этнокультурные центры области ежегодно отмечают этот традиционный праздник. По словам представителей Ассамблеи народа, взаимопонимание и поддержка важны всегда, но особенно в такой непростой период карантина. В нынешнем году исполняется 25 лет Ассамблеи народа Казахстана. Совет общественного согласия работает по случаю двух праздников. Юрий Михуля – студент Государственного технического университета, представитель Карагандинского филиала Ассамблеи. По словам Юрия, чрезвычайное положение не повлияет на празднование, но все мероприятия пройдут в режиме онлайн. Я очень горжусь тем, что в Казахстане проживает в мире и процветает более 100 народов и национальностей. В наших руках наше главное достоинство, наша главная ценность – это наше единство. Думаю, что одним из важных заданий является сохранение нашего единственного, даже в случае с коронавирусной инфекцией. Это является очень важно. В это непростое время организация оказывает помощь нуждающимся всего региона. С помощью материнского совета были сшиты защитные маски и разосланы нуждающимся семьям. Также в Доме дружбы проводятся онлайн-занятия на государственном и английском языках. В связи с чрезвычайным положением члены Ассамблеи проводят все мероприятия в соответствии с санитарными требованиями. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области полным ходом идет челлендж «Уртагамдаре», посвященный Дню единства народа Казахстана. Национальные блюда вручат многодетным семьям, медработникам и сотрудникам блокпостов. В связи с карантинными мерами майские праздники пройдут в режиме онлайн. Челлендж по приготовлению национальных блюд стартовал 27 апреля и охватил всю Карагандинскую область. Каждый день до 1 мая волонтеры и представители этнокультурных объединений будут вручать блюда многодетным семьям, медицинским работникам и сотрудникам блокпостов. А на 2 мая для молодежи запланирована онлайн-конференция «Модель ООН – стратегия ассамблеи благополучия каждого» на базе регионального штаба «Жангаружолы». В преддверии дня Единства народа Казахстана прямо на балконах жилых помещений пройдут флэш-мобы. Карагандинцы могут исполнить государственный гимн, патриотические песни, произведения Абая, а также известные народные произведения этносов. В рамках акции «Без Бергемос» пройдет более 100 благотворительных акций и онлайн-концертов. 1 мая в 9 часов вечера предполагается организовать единовременное исполнение государственного гимна Казахстана с балконов и окон квартиры. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя и оставайтесь дома. А мы продолжим держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok